Здравствуйте! Хочу сегодня показать вам несколько таких красивых, на мой взгляд, винтажных украшений, которые вот у моей мамы в коллекции оказались, в шкатулочке ее вернее. Вот такая вот красивая брошь. Она, смотрите, красивая не только вот с лицевой стороны. Тут какие-то такие камушки красивые вставлены, такого неопределенного цвета. Не то, что вот камера искажает, а даже я, глядя на нее воочию, не смогла понять, какого цвета. Не серый, не серебряный, не фиолетовый, а вот что-то такое необыкновенное. Но посмотрите, какая красивая с этой стороны брошька. Хамелеон. Да, хамелеон. Вот, с этой стороны, посмотрите, даже, наверное, как бы некрасивее, чем с той. Тут такая тонкая, изящная работа. Ну и видно, были когда-то здесь какие-то подвески, потому что, видите, и остались только крючочки для них. Ну вот, такая вот очень красивая брошька. Вот, ну может, кто, ценители и знатоки скажут, что это за брошька, где ее произвели. Потому что я видела немало видео, где показывают такие изделия, и знающие люди рассказывают об этом. Вот, ну вот, значит, следующее, что я хочу показать, тоже вот эта брошька. Смотрите, с виду совершенно простая. Эту брошьку я знаю на протяжении всей своей жизни. Когда я была маленькая, она мне напоминала ежика. Ну, честно говоря, я до... Это листик, по-моему, потому что я... Дело в том, что не увидела здесь ни мордочки, ни носика. Ну, может быть, это какая-то, даже, не знаю, фантазия художника, который эту брошь сделал. Она тоже, смотрите, из белого металла сделана. И металл где-то тонированный, коричневым. Не знаю, насколько камера вам передает. Вот, ну, очень такая оригинальная. Вот, тоже, смотрите, с этой стороны она такая вот красивая. Очень изящная. Дальше, что я вам хочу показать. Вот такую вот штучку. Эта штучка, такая брошька. Это штука, которая явно на много лет старше меня. Моей маме эту штуку подарили, когда она родила мою сестру, которая старше меня на три года. Вот, и, смотрите, это натуральный перламутр. Она, ну, такая очень красивая, очень изящная. Она втыкается в пальто. Ну, вот, после того, как мама рассказывала, что она очень сильно укололась, и они этот конец тут просто так завальцевали, чтобы, ну, брошь, брошька уже не работала. Ну, и она просто хранится у нас, ну, в маминой шкатулке, просто вот, как такая вот красивая памятная вещичка. Вот, еще я хочу вам показать. Вот, к сожалению, в наличии осталась всего лишь одна вот эта вот сережка. Посмотрите, насколько тонкая филигранная работа. Очень красивый хрустальный камушек здесь, белые металлические капли, и очень изящная, смотрите, какая изящная филигрань. Вот, с этой, с обратной стороны, видите, какая тонкая, тонкая, прекрасная работа. Ну, и напоследок, вот, хотела вам показать вот такой вот комплект из чешской бижутерии еще, ну, наверное, может быть, 50-х годов. Смотрите, какой красивый камень, золотистый топаз в них вставлен. Ну, это, мы так думаем, что золотистый топаз. Может быть, конечно, это и не так, но просто это украшение тоже уже очень давно в нашей семье. И оно, видите, вот две сережки и кольцо. Оно такое вот необыкновенное. Ну, я не знаю, камера, наверное, не передает всей красоты этого камня. Он не такой желтый, не такой вот, как, а он, ну, вот просто медовый и каким-то таким необыкновенным отливом переливается. Вот. Ну, вот и все мои, так сказать, а еще я хочу показать вам вот такой вот удивительный кактус. Ну, или не кактус, этот цветок называется молоча. Дело в том, что он у мамы, у моей, тоже этот цветок, который сопровождает ее всю жизнь. И он у нее очень быстро растет. Она его буквально каждый год обрезает, когда он дорастает до потолка. А вен опять растет до потолка. Ну, вот такой вот, смотрите, красавец от пола до потолка. Вот. А на этом все. Всего вам доброго. До свидания.